В спортивном зале школы Олимпийского резерва Хантамансийского автономного округа, Республики Алтай и Казахстана. Очень богатое представительство даже на этом турнире. Традиционно приезжают ребята и не самые слабые, даже те, кто уже мастера спорта. То есть это говорит о том, что им на этом турнире хочется бороться. Как-то видят они здесь конкуренцию, пользуют для себя не только выполнение норматива мастера спорта, а еще и повышение какой-то спортивной квалификации. Соревнования памяти Сапожникова проводились в 10 весовых категориях. Среди чемпионов турнира два мяча. Владимир Кожухов в весовой категории до 130 килограмм и Адлет Тюлюбаев в весе до 77. У нас один из лидеров нашей Омской области на данных соревнованиях в этой возрастной категории это Адлет Тюлюбаев, неоднократный победитель всероссийских турниров. И вот последнее время международный турнир в Таллине выиграл. Норматив мастера спорта международного класса Адлет Тюлюбаев выполнил совсем недавно. Столь высокого звания омские борцы не добивались 11 лет. У нас как бы считается это очень престижно, но я конечно рад, больше рад, что за меня мои родственники, близкие рады. А так по большому счету, скажу честно, что такого сильно не обольщаюсь. У нас цели немного другие, поэтому это как проходящие. У нас какие цели? У нас цели это международный уровень, то есть это чемпионат Европы, чемпионат мира. Но будет здоровье, думаю, дай бог доберемся. Пока что идем. Ну, был опыт уже, но плачевно, к сожалению. Поэтому надо заново реализовывать и показывать, что достойно. Страна у нас, сами знаете, сильнейшая страна в мире, поэтому в виде спорта конкуренция обещана. На соревнованиях также вручили удостоверение и знаки кандидатов в мастера спорта Никите Андриенко и Максиму Коповому. Артем Рячкин стал обладателем звания мастера спорта России. Этот норматив он выполнил в прошлом году на первенстве Сибири. Победил в финале борца из Новосибирска. Победа была тяжелая, но я одержал ее и был счастлив. Учусь в учебно-военном центре и поеду на присягу в город Юргу. Дальше буду посвящать свою жизнь с военным ремеслом. А спорт? А спорт буду продолжать. В следующем году выступлю на этом же турнире. После всероссийского турнира памяти Юрия Сапожникова омские спортсмены, которые входят в сборную страны, продолжат готовиться к чемпионатам Европы и мира.